Всем привет, меня зовут Кочек и сорян, я сегодня буду немножко по сценарию говорить, я просто разучился маленько говорить за эти 4 дня, я думаю вы будете не против, да. Сегодня будет небольшой токсик контент, канал Клевер, я думаю вы его знаете. Довольно-таки быстро растущий канал, даже довольно креативный я бы сказал, но его контент не ясен. Плюс-минус это критика. Сначала мне понравился этот канал, я за ним следил, подписался, да, вошел в число элиты, как бы это странно не звучало, но однажды одно из его видео заставило меня от него отписаться. Короче, у него был ролик, где он говорил, что иметь кумиров и быть чем-то фанатом это плохо, очень плохо и так далее. И еще он оскорбил комьюнити спайдермена, обидно. Ну как бы вы поняли из-за чего я отписался от него. И недавно у него вышел ролик, где он на серьезных щах навязывал нам маршмеллоу. Давайте же посмотрим на это зрелище. Маршмеллоу, возможно кто-то подумает, что я на нем помешан, слушаю только его и всячески бактворю. Мне безусловно нравится абсолютно вся музыка, которую выпускает этот человек. Если ты постоянно слушаешь маршмеллоу, то ты мудак, реально. Но как я и говорил в прошлом ролике, кстати, можете его чекнуть в подсказках сверху, я там говорил, что быть фанатом кого или чего угодно это не очень. Хотя на самом деле, если бы не средненькие, на мой взгляд, релизы, я бы сделал для себя исключение и фанател бы от него как маленькая девочка. Нет, ты не можешь сделать себе исключение. Нет, ни в коем случае. Если ты говоришь десятилетним школьникам, что быть фанатом кого-либо это плохо, при этом сам являешься фанатом маршмеллоу, ммм, противоречия тащит, я бы сказал. Просто одно видео и периодически рассказывать о музыке, которая мне нравится, приучать людей к одноте. Всем насрать, кого ты слушаешь, абсолютно. Единственное, кому они насрать, это тебе же. Приучать людей к одноте, приучать людей к одноте. По его логике, если бы ему нравился Тентасион, к примеру, он бы говорил, что это годнота. И всем нам навязывал Тентасиона. Хотя я бы согласился с Тентасионом, так-то бывает нормальными местами. Как-то давно Skrillex основал свой такой лейбл под названием OWSLA, где в конце 15-го года как раз скоро добавится новый участник, сами знаете кто. Представь себе, я не знаю, про какого участника идет речь. Мне вообще посрать. И я надеюсь, что большей части твоей аудитории так же насрать на Marshmallow. И они не знают, кто новый участник. Ну и я такое гуглю, смотрю, включаю и... По-моему, полное не очень. То есть я тогда не понимал, почему он не популярный? Почему? Это же годнота. Вот возьмем меня. Мне нравится музыка, скажем, Арианы Гранта, например. Но я не слушаю каждую ее музыку. То есть слушаю, но выборочно. Мне далеко не все нравится. Не каждый ее трек. Поэтому я не говноед, как ты, который слушает каждую музыку Marshmallow. Это же просто можно чокнуться, реально слушать эти... Страшное сравнение, извините. Вот тогда-то я и перестал слушать всякое... говно. Не знаю, что он имеет под словом говно. Но, надеюсь, он имел в виду Blackstar. Типа, они вообще не очень что-то делают. Тогда я с ним согласен. Полюбил музыку. И в каком-то даже плане стал более чувствительным к звуку. Что? Как это понять? Я сам раз... До этого мне было абсолютно все равно на какие-то там неприятные звуки. Или наоборот, я не ценил что-то красивое. Он считает музыку Marshmallow красивой. Я думаю, может, я обыдло и ничего не смыслю в музыке. Вот, к примеру, клип Тесса Виолет Крош. Я назвал ее трек Крош. Почему нет? Потому что... По-моему, Класс-то круто. Музыка и клип спокойные и приятные уху. В отличие от Marshmallow. Если бы мне дали выбор послушать в маршрутке Marshmallow или Тессу, ну, я бы выбрал Тессу. Ну, думаю, по понятным причинам. И вот постепенно я начал очень сильно триггерить от совершенно любого плохого звука. Или наоборот. Ловлю краегазом от чего-то хорошего. Даже люди, которые знакомы со мной в реальной жизни, могут подтвердить, что если с телефона кто-то подрубает музыку, то есть просто с динамика, я такой... Фу... О, не, врубай. Почему нет? Я не считаю обязательным носить с собой колонку или наушники. Зачем? Для меня музыка, которая играет с телефона, сравнима с просмотром очень крутого и навороченного фильма онлайн с ноутбука или с монитором. Почему нет? Я смотрю фильмы либо в кино, либо дома онлайн. Что в этом плохого? Хотя, имеет ли разницу тот факт, что я смотрю на телеке? Думаю, нет. Это именно тот человек, с которого действительно нужно брать пример. Такие люди, как Маршмелло, очень мотивируют, вдохновляют, сближают, ну и поднимают настроение. Вот когда мне плохо, я слушаю не Suicide Boys, да, каких-нибудь, чтобы ещё больше тильтовать, а вот наоборот, слушаю Маршмелло и такой, уа, хорошо. Опять же, это вкусовщина. Но, я бы включил Тессу. Не подумайте, я не фанатею, вообще нет. Я только один клип у неё видел. Просто её образ, типа, жёлтые волосы там, жёлтые всякие аксессуары, стиль, голос. В общем, клип сам светлый и приятный. И когда грустно, к примеру, ну, как бы, как по мне, лучше выбрать Тессу. Типа, ну, наверное, круче станет, веселее, ну, так, там, такой трек классный. На этом всё. Пишите своё мнение касательно данного персонажа. Правильно ли он делает, что навязывает нам музыку? И вообще, смотрите ли вы его? А с вами был Кочек, который не умеет запоминать, как что и говорить по сценарию. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok